Девчонки, всем привет! Если вы зашли на мое видео, то я думаю, вам стало интересно узнать о моем новом уходе от косметики Капус. Заказывала я эту косметику через интернет-магазин и получила ее достаточно быстро. Хотя были некоторые нюансы, но эти нюансы моментально уладились, так как компания просто потом извинилась. Если вам интересно, девочки, я, наверное, после основной части видео вам расскажу, что же все-таки произошло у меня, какой инцидент с данным интернет-магазином. Девочки, если вам все-таки интересен уход за длинными, немножко сухими волосами, тогда оставайтесь со мной. Если, конечно же, нет и вам жалко своего времени, то извините. Девочки, с чего хочется начать? Во-первых, с того, что мои волосы, они, наверное, как у любой другой девочки, им нужно постоянно чего-то добавлять, что-то убирать. Мои волосы, они не относятся к тем волосам, которым нужен уход только люкс, либо профессиональной косметики. У меня, наверное, немножечко другое. У меня отношение с уходовой косметикой за волосами заключается так. Я могу купить и копеечный шампунь и получить какой-то, пусть не вау-эффект, но близко к этому. Могу купить и очень дорогой продукт и получить вау-эффект. Но бывают такие средничковые продукты, от которых мои волосы просто ревут. Это не реклама, это не антиреклама. Я сразу же вам говорю, продукты, которые я заказала, я купила их сама, заказала из своего собственного интереса. А почему сейчас я снимаю у них видео? Потому что мне хочется девчонки с вами поделиться, потому что я была удивлена. Так как я уже вам говорила, то что, точнее, да, как я говорила уже, то есть продукты бывают разные, ценовая политика тоже разная. Но вот с той косметикой, с которой я познакомилась, именно с косметикой Капус, она является профессиональной в принципе, но стоимость у нее достаточно приемлемая. Потому что за ту стоимость, которую я купила и оплатила данный заказ, я могла купить один шампунь, допустим, фирмы Макадамия, либо израильскую какую-то косметику купить за ту же стоимость. То есть, как бы чувствуете, да, такая вот разница идет. Так вот, с чего же мне хочется начать? Хочу я начать, естественно, с очищения. Это у нас идут шампуни. Я заказала два шампуня. Это вот такой вот для частого использования шампунчик у нас идет. Он такой вот желтенькая серия. У него цитрусовый запах. Им я активно пользуюсь. Не хватает после помывки этим шампунем чистоты на два дня. Не больше, девочки. Не думайте то, что вы помоете неделю, не будете подходить и не мыть волосы. Нет. Буквально два дня и снова требуется, да, либо сухой шампунь какой-то. Ой, не нравится. Вот. Что же дальше? Что же хочется сказать об этом шампуне? Его здесь 350 мл. У него достаточно приятный, ненавязчивый, быстро выветриваемый запах. У него очень такая концентрированная шампунь получается, потому что его нужно совсем немного для того, чтобы разомыли. То есть он, естественно, щелочной, замечательная пенница. Волосы вымывает не до вот такого, знаете, специфического скрипа, но близко к этому. То есть вы вычищаете волосы достаточно хорошо. Плюс из этого шампуня получается то, что если вы, вам нужно по-быстрому просто вы помыть волосы с утра, да, вы там на работу, на учебу, в институт, куда угодно там спешите, не получается. Вы просто можете вымать волосы этим шампунем. И вам некогда пользоваться бальзамом, масками. Вы можете просто им воспользоваться и взять какой-то флюид для кончиков, и вы будете, в принципе, очень даже хорошо выглядеть. И волосы ваши не будут пересушенными. Я ставлю огромный плюс этому шампуню. Мне очень сильно понравилось. Вдогонку к этому я купила шампунь еще восстановление волос. Это уже такая вот зелененькая серия получается. Но мне кажется, они где-то вот близки с этим шампунчиком, потому что пока я еще не прочувствовала, что он действительно восстановил. Тут пишут то, что тут не содержится ни сульфат лаурея, ни парабенов. Но я сомневаюсь, потому что профессиональная косметика, она всегда подразумевает то, что химические составы там присутствуют. Достаточно очень серьезные, абразивные какие-то вещества. Но я хочу сказать, что он более щадяще очищает. Запах у него тоже цитрусовый, достаточно приятный. Мне понравилось. Пользуюсь с удовольствием. Просто на ура. У меня он улетает. Те же самые вот характеристики, что и по первому шампунчику. Что же я купила еще к этому вдогонку? Я поленилась взять бальзамчик. И я решила попробовать увлажняющую сыворотку для волос. Волос органик ойл содержит якобы с маслом органы. Не могу утверждать. Скорее всего, конечно, присутствует. Что могу сказать? Волосы обалденно увлажненные. Просто, девочки, такой нереальный блеск получается. Они, как сказать, они не то чтобы вот струящиеся, да, но чувствуется то, что волос ухоженный. Достаточно очень приятно прикасаться. Расчесывание легкое идет. Даже влажные волосы можно расчесать. Очень приятный запах. Единственное, что мне не понравилась, это помпа на распыление. Она такая, знаете, она бьет струей. Не вот те спрэчки, которые, допустим, я раньше пользовалась давным-давно еще в институте. Это было у нас, по-моему, Глискур, да. Это меня не помню. Какая-то тоже вот близкая к цвету вот такая вот была штучка. Но последний раз, когда я брала, я ее просто сразу же вылила, выбросила. Но вот это вот мне очень сильно понравилось и тоже достаточно стоит недорого. То есть, девчонки, присмотритесь. И расход я не скажу, что экономичный. Нет. Но, в принципе, если есть результат, то можно и попользоваться, можно и часто покупать этот продукт. То есть, достаточно мне понравилось, как он работает на волосах. Следующее, что мне понравилось, то, что я взяла попробовать, это идет капус флюид. Вот такой вот. Все названия, скорее всего, подпишу под видео. Это у нас флюид для поврежденных кончиков волос. Здесь его 60 миллилитров. Вот видите, уже сколько я использовала. Это, наверное, вот за недели 3 использования, если не соврать. Что могу сказать? Кончики он действительно запаивает. Кончики такие более ухоженные. Кончики мягкие. Особенно актуально это вот для удлиненных волос. Распределяется, как любой другой флюид для кончиков. То есть, вот мне нужно, допустим, 4 нажатия. Растираю, чтобы маслица прям была тепленько-тепленько. И наношу, естественно, его вот на кончики волос. Я смотрю, кончики волос, допустим, не от середины, а вот ее у меня заканчивается вот так вот. То есть, я прям по прядкам выбираю, сижу, колупаюсь с них. Мне нравится. То есть, средство. У него очень приятный запах. Знаете, он медицинский. Он не спиртом пахнет, да? У него какой-то вот медицинский запах. То есть, аптечный, я даже сказала. Но мне очень нравится. То есть, я думаю, то, что, использовав эту баночку, я думаю, что я возьму еще одну. Потому что результат на волосах мне нравится. Из чего, собственно говоря, у меня было знакомство с косметикой Капус изначально? Это была их маска для волос. Я помню, она стоила еще не столько, за сколько сейчас я ее заказала. Она была чуть-чуть дешевле, до скачка доллара. Это вот такая вот черная масочка. Она с протеинами идет, бамбука и пшеницы. С экстракта пшеницы и бамбука. Девочки, она делает более струящиеся волосы. Они более, знаете, такие самостоятельные. Они текстурные идут. Их приятно трогать, не утяжеляет. То есть, ее можно на влажные волосы нанести буквально минут на 25. И потом будет, знаете, вот такая напитанность на волосах ощущается, что... Но это не пересказать, это надо попробовать. Это не хвалебные оды. На моих волосах она сработала просто на отлично. То есть, девчонки, она экономичная. Если ее то используют два раза в неделю, либо раз в неделю, вам ее хватит достаточно надолго. То есть, она достаточно даже бюджетно получается по сравнению с какими-то другими марками. Но мне понравилось. То есть, я... Вот... Раз, два. Наверное, это уже пятая баночка, которую я вообще использую на своих волосах. У меня не окрашенные волосы. Это мой собственный цвет волос. И каждое лето я выгораю. Причем выгораю пятнами, как угодно. Но это просто, знаете, вот... Это классная вещь. Я вам советую. Итак, девочки. Что же я хочу сказать? У меня просто с интернет-магазина, в котором я заказывала, это был интернет-магазин Капушка, оставлю название в инфобоксе. Девочки, получилось так, что я заказала у них эту косметику. Она быстро пришла. Мне прозванивали. То есть, со мной работали, отслеживали, были вежливыми. Мне это очень понравилось. Я достаточно капризный клиент. Но косметика ко мне пришла, я вам хочу сказать, в непотребном виде. Как же она пришла? Во-первых, пришла она крышечки отдельно, баночки отдельно. Не было никакой информационной литературы. Хочу сказать, что не было ничего запечатанного, кроме, конечно, от маски была пленочка на ней. То есть, я, знаете, посмотрела на все. Позвонила им, сообщила. Сказала, ну как так? То есть, я сомневаюсь. В подлинности данной продукции передо мной извинились, сказали, что разберутся. Я им написала письмо в электронном виде о своих претензиях, естественно, как иначе. По итогу, девочки, что могу сказать? Через неделю среагировали, позвонили, рассказали, что произошло все-таки. Как я сказала, уже извинились. И отправили мне посылочку. В посылочке пришла вся литература, которая, знаете, прилагалась к косметике. И пришел вот такой вот шампунь. Это, знаете, такое, наверное, извинение. Можно так сказать. Пришел шампунь. Я очень приятно удивлена, то, что интернет-магазин, помимо того, что они отреагировали на то, что им сказали, они, помимо всего этого, они выслали. То есть, у них не было того, знаете, да, все, спасибо, извините. Они извинились. То есть, это, знаете, такая вот милость для интернет-магазина. А мне, как для потребителя, это очень приятно. Буду ли я с ними дальше, конечно, сотрудничать? Я думаю, что да. Потому что, когда мы, когда организация, интернет-магазины, когда они работают под клиенты, и когда они понимают главное правило маркетинга, наверное, и торговли, то, что клиент прав, и с ним нужно обращаться, знаете, как с самым дорогим клиентом, как вот говорится, да. То есть, мы принимаем своего клиента, как самого дорогого гостя. То есть, мы стараемся сделать так, чтобы ему было приятно. И вот интернет-магазин, с которым я посотрудничала, так скажем, да, я не скажу, что вот я их там хвалебные оды, либо еще что-то буду говорить. Но ко всему к этому, да, есть какие-то нюансы, вот то, что произошло, но все же, в целом, картинка вырисовалась достаточно приемлемой. И если вам, девочки, хочется попробовать косметику Капус, вызвало интерес попробовать эти продукты, потому что на самом деле для этой косметики цена бюджетная, то вы можете поискать по интернет-магазинам, поискать в магазинах простых, либо зайти на этот интернет-магазин, может быть, вас устроит цена, и попробуйте данную продукцию, потому что я ее не советую, так сказать, но из своего личного опыта я осталась довольна. Если у вас тоже не окрашены волосы, они секутся, и в зимний-осенний период они начинают капризничать, им не хватает какого-то ухода, то я могу вам сказать, что, девчонки, допустим, вот это вот, то, что я попробовала, мне понравилось. И не обессуйте то, что, может быть, что-то я не так сказала, там, либо кого-то оскорбила каким-то своим высказыванием, там, либо еще что-то, может быть, что-то не понравилось. Девочки, зайдите, конечно, это просто мое первое видео, и на этой, наверное, позитивной ноте я хочу с вами попрощаться. Просто любите себя, ухаживайте за собой, и желаю вам всего только самого хорошего. И с вами была ваша Ира, всем пока-пока!